Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч двух шашечных легенд. Белыми играл Арунас Нарвайшас, международный гроссмейстер, чемпион СССР, чемпион Европы и чемпион мира. Черными играл чемпион Европы и чемпион мира, 13-ти кратный чемпион Белоруссии, международный гроссмейстер Андрей Палюк. Но лично для меня все-таки быть чемпионом СССР круче. Почему? Потому что уже такой страны нет и, друзья, чемпионом мира сейчас все-таки можно стать, а чемпионом СССР уже нет. Соперником выпал следующий жеребьевочный дебют. Леталка. Белая G3 летит на D4, черная D6 летит на E5. Ход белых. Белыми в первой партии играл Арунас Нарвайшас, АБ4. Во второй партии Андрей Валюк сыграл АЖ3. Значит, в этой позиции, естественно, за черных нельзя БА5, потому что белые играют ФЖ3 и создается известная позиция, в которой уже после второго хода белые побеждают. Кто не знает, как тут выигрывать, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Это уже выигрыш белых. Поэтому БА5, естественно, играть нельзя. Здесь надо играть АЖ5. Сильнейший ход. Ну и Арунас Нарвайшас в этой позиции сыграл БА5. Это все-таки не точность, друзья. И данная партия все-таки докажет нам, что этот ход слабый. Правильно играть АЖ3. И возникает следующая табия. Допустим, Ж6 грозит. Надо отходить. Тогда создается позиция из дебюта игра Филиппова. То есть, видите, создается симметричная позиция. Допустим, АЖ3, СБ6. Поставили кол. Черные поставили кол. АБ2. И вот здесь, конечно, правильно играть ФЖ7. И на ход БА3 правильно играть ФЖ5. Остальное плохо. Теперь уже белым надо играть аккуратно. Надо бить шашкой Д4 на Ф6. Черные бьют 2. И бить на поле Е5. Ну, дамку ставить нельзя. Видите, она будет тут же поймана. Поэтому черным надо играть ЕД6. Белые бьют. И черные бьют назад. Здесь, в принципе, можно сыграть ДЦ3 с равной игрой. Можно поставить дамку. Например, как было в партии Соколовский-Залевский. 1991 года. И создается примерно равный Эншпиль. Вот это основная позиция. Табия, так скажем. Но Арунас Нарвайшос все-таки играли в Блиц. Решил против Андрея Валюка сыграть БА5. Попытаться его запутать. Андрей четко реагирует. Играет ЕД6. Точный ход. И теперь, как бы белые не играли, у них позиция будет хуже. Арунас сыграл АСЖ3. И черные связывают правый фланг белых. Белые играют ЕФ4. Грозят на пасе в Ж5. Поэтому надо сыграть Ж6. Ну и здесь, похоже, надо было уже играть надбой. ФЕ3. И белые еще могут достичь ничей. Какая-то есть компьютерная ничья. Но по-человечески уже позиция очень плохая. Непонятно, как играть. Арунас Нарвайшос сыграл ДЕ3. Черные меняются назад. Хотят получить запасные темпы. Ну и на ход СД4 вываливаются в центр. Развивают свою отсталую шашку А7. Далее в партии было БЦ3 ЕФ6. АБ2 ФЕ5. Черные заняли центр. И вот эта вот связка белых на правом фланге, она смертельная. Позиция уже проигранная. БА3. СБ6. СБ4. Черные нападают. Надо закрываться, меняться. И вот в этой позиции очень быстро выигрывал ход ЕД4. После этого хода белым рано или поздно придется сыграть ЖН2. Потом ФЖ5. Черные побьют назад и выиграют. Тут уже никаких шансов на ничью нет. Но черные в партии ошиблись. Все-таки Блиц. Они сыграли ХЖ7. Белые играют ЕД2. Черные играют ЖФ6. Снова был возможен выпад ЕД4 и черные побеждали. Но здесь уже выигрыш был более сложный. Черные сыграли ЖФ6. Они думали, что здесь выигрыш у черных. Но на самом деле здесь есть красивая жертва. Б5. И на напрашивающийся ход ФЕ7 белые жертвуют шашку АБ6. То есть Андрей Валюк потом в комментариях партии признался, что он не видел этой жертвы. И белые играют АБ4. Грозит БЦ5. Вот здесь черным уже надо было играть аккуратно. Правильно было отдавать шашку в эту сторону. ЕД4. Ну и допустим после хода ФЖ5. Допустим разменялись. Здесь создается примерно равная позиция. Но белым тоже надо найти жертву. То есть допустим на ход БЦ7 ЕФ4. И на ход ЦБ6 проигрывает БА5. Покажу красным. Это проигрывает. Правильно пожертвовать шашку ФЕ5. И вот только здесь напасть. И создается примерно равный Эншпиль. Здесь после жертвы обратной ЕД4 была ничья. А ход ХЖ5 как сыграл Андрей Валюк уже проигрывает. То есть позиция перевернулась. Только что выигрыш был у черных. Сейчас уже выигрыш у белых. Далее в партии было АБ6. И вот здесь уже Аруна с Нарвайшес ошибается. Правильно было играть ДЦ3. Напрашивающийся ход. То есть мы не даем БЦ5 сыграть. Из-за присоски. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрышу за белых. То есть играем АЖ7. Присоска. Ну и как бы черные не били. Затем играем ЕД4. И прорываемся в дамки с выигрышем. Белые в партии ошиблись. Не нашли ход ДЦ3. И молниеносно сыграли БА5. Этот ход снова проигрывает друзья. Как позиция переворачивается. То есть черные играют БЦ5. Приходится играть ЕФ4. И вот здесь уже черные опять ошиблись. Выигрывал ход БЦ7. Ну допустим ФЖ5. Сильнейший ход. Остальное все вообще быстро проигрывает. И черные меняются. Здесь выигрыш не такой простой. Он на самом деле единственный. И на ход ДЕ3 надо еще раз разменяться. То есть самое главное не дать белым пройти в дамки. Ну вот здесь уже решает марш шашки Е5 черных на поле А1. И черные постепенно побеждают. Здесь выигрыш понятный. Но в партии черные вместо хода БЦ7 сыграли ЕД4. Этот ход выпускает выигрыш. Белые реагируют четко. ФЕ3. Приходится бить в эту сторону. И АБ6. И все. Выигрыша как не бывало. Ну в принципе здесь еще можно было побороться за выигрыш. Допустим смотрите. БА3. ДЦ3. И вот здесь был сложнейший выигрыш после хода БЦ7. Но это чисто компьютерные варианты. То есть белые рано или поздно кинут шашку. Пройдут дамки. И черные пройдут дамки. Ну и здесь постепенно черные побеждают. Но это все далеко не очевидно. Там уже были секунды и у белых и у черных цейтнот. Поэтому черные сыграли ЕД6. То есть какая идея? Идея понятная. Когда белые кинут шашку. Атаки было в партии. То есть сыграть допустим ДЦ5 и ЦБ4. Вот здесь компьютер показывает, что у белых была уже четкая ничья. ЕФ4 и выигрыша у черных нет. Например ДЦ5, АЖ7. Ну допустим ЦБ4 сильнейший ход АБ2. Ставим дамку на Ф8. Не даем поставить на Ц1. А если черные ставят на А1. Просто разменялись АБ6. Ну и постепенно партия идет к ничьей. Тут выигрыша естественно нет. Так. Но в партии после жертвы белые снова ошибаются. Они тут же идут в дамки. А этот ход снова проигрывает. Смотрите. Черные играют АЖ3. И вот здесь белые пожертвовали еще одну шашку. И поставили дамку на Ф8. Создается интересная позиция. Вот в этот момент Андрей Валюк очень сильно занервничал. В принципе я слышал, что у него есть такая черта характера. Он против сильных игроков начинает нервничать. В итоге может выпустить выигрыш. Именно так и произошло и в этой партии. В принципе если бы было больше времени у черных. Ну и были бы более крепкие нервы, они бы нашли четкий выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Ну кажется на самом деле, что это ничья. Допустим после хода ЖH2 белые отдают шашку. Бьют допустим на Ф2. Ну вроде надо ставить дамку. Тогда отошли. Грозят занять большую дорогу. Надо занимать большую дорогу. Тогда белые обрезают шашки черных по косяку. И это только ничья. Ну вроде бы кажется ничья очевидна. Но на самом деле здесь был красивый выигрыш. То есть после хода ЖH2 белые должны жертвовать шашку. И как бы они не побили, здесь уже жертвуем сами шашку. И красиво зажимаем дамку белых по двойнику. Вот такой картинный выигрыш. Бесполезно также было в этой позиции белым играть допустим ЕФ4. Черные бы просто поставили дамку. Грозит. Надо играть сюда. Ну и можно допустим просто напасть даже. Видите отходить нельзя. Потому что дамка ловится. А если сыграть, ну в любую сторону, либо на H8, либо на H1, куда бы белые не сыграли, их дамка попадает в петлю. И они проигрывают. Вот такой прикольный выигрыш был у черных. Так, во второй партии Андрей Валюк играл белыми. Он делает интересный ход. HG3. Теперь черным в принципе надо играть HG5. Аруна Снервайша сыграл ЕД6. Я считаю все-таки этот ход неточность. Правильно играть HG5. Ну и здесь снова все сводится к дебюту игра Филиппова. Допустим, GH4, BA5. AB4, CD6. GH2, BC7. BA3, GH6. FG3 поставили кол. Белые также поставили кол. Допустим, CB6. И снова создается симметричная позиция. Здесь у белых есть три хода. АБ2, ЕФ2 и ЦБ2. Значит, ЕФ2 проигрывает из-за жертвы. Можете поставить видео на паузу и попытаться ее найти. Играем АБ4 и черным белым некуда бить. Если они бьют назад, тогда проводим удар. И выигрываем. Если белые бьют после жертвы две шашки, тогда бьем в дамки. И после того, как белые бьют, бьем дамкой. Еще раз. Ну и легко побеждаем. То есть ЕФ2 проигрывает. ЦБ2 также проигрывает в этой позиции. Значит, ЦБ2 проигрывает. Играем ФЖ7. Обезьянничаем. Видите, повторяем ходы. Ну и на ход БА3 играем Ж6. Тут есть два хода. АБ4 и АБ2. Значит, после АБ4 просто повторяем ходы. Ну и здесь все заканчивается запиранием. Такой пикантный финал. Просто повторяем ходы. И белым некуда ходить. Это выигрыш черных. Очень красиво. Так. Если в этой позиции белые играли АБ2 вместо АБ4, тогда здесь выигрывает ход ХЖ5. Ну и на ход АБ4 играем ДЦ7. То есть снова хотим запереть полностью шашки белых. Белые могут провести комбинацию. ДЕ3 и ЖФ4. Ну это сильнейший ход. Вот здесь подумайте, куда лучше побить. Если побить на поле Е3, то белые побеждают. Смотрите. Проходит комбинация. Так, БА3. Бьем две шашки. Ну и после боя на С3 проводим удар. Что-то подобное показывал международный игросмейстер Евгений Кондраченко на одном из стримов. Помните? Позиции с центральной связкой. Вот что-то подобное было. То есть вот эти удары, они по сути, друзья, типичные. Их полезно запомнить. То есть правильно, вот в этой позиции, после жертвы ДЕ3 и ЖФ4 бить, конечно же, на поле Ж3. Белые, допустим, бьют две шашки. Ставим дамку. Надо отходить. Ну и здесь черные просто играют дамкой на Ф4 и постепенно побеждают. Можете убедиться в этом сами. Тут выигрыш несложный. Ну тут их много, на самом деле. Так. Разобрали. Значит, ход. СБ2, друзья, проигрывает. Еще раз. СБ2 проигрывает. ЕФ2 проигрывает. Правильно играть АБ2. Теперь уже черным надо играть аккуратно. То есть... То есть... То есть... Так. После АБ2 здесь позиция ничейная. Теория. Так. Ну не буду углубляться. Варианты это все-таки теория. Не так интересно. Можете сами разобрать. Нас больше интересует творчество двух легенд. Значит, после хода АЖ3 белых гроссмейстер Аруна Снервайша сыграл ЕД6. Это все-таки не точность. Тут у белых преимущество и после ДЦ5. Ну немножко позиция упрощается. Видите, допустим, на так. Так. Приходится так меняться. Ну и тут у черных позиция плохая. Ничья еще есть. Но по-человечески видно, что позиция плохая. Так. И плохо бить в эту сторону тоже. То есть белые занимают центр. Допустим, АБ4. Грозят поставить тычок. А если черные этому сопротивляются, тогда ДЕ3 грозит. БЦ5. Ну и на ход БА5 уже просто играют СД4. И снова у белых преимущество. То есть видите, во всех вариантах у белых позиция гораздо лучше. Поэтому ЕД6 это все-таки я считаю неточность. Не серьезная. В партии Андрей Валюк сыграл ЕФ4. И создается позиция похожая на дебют игра Каулина. Там только шашка Ж7 стоит на поле Е7. Вот такая разница. Здесь в принципе черные могут очень точно уравнять очень точно игрой уравнять позицию. Аруна Снарвайшас демонстрирует уравнение. Смотрите. Плохо играть БА5 из-за БЦ5 и у черных плохо. Значит, плохо играть ФЕ7 когда ФЕ3 и на размен БЦ5 белые меняются СД4. Ну, сюда плохо играть. Приходится играть ФЖ5. Так, ход белых АБ4. Сюда нельзя, да? Приходится играть ФЖ5, тогда АБ2 и на нападение играем ГД4 за белых. Черные играют ЕФ6, ну, кажется, позиция примерно равная. Но у белых здесь огромное преимущество. ДЦ5. Такой компьютерный ход. И на ход ФЕ5 побили, побили, играем ЕФ4. Ну, и как бы черные не побили, у белых преимущество сохраняется. Надо бить лучше сюда. И черным надо играть аккуратно для достижения ничей. Позиция неприятная. Шашка Х8 застряла. Кроме того, разрыв по флангам идет. Практически от этой позиции черным не отвернуть, если играть ФЕ7. В партии Аруна СНРВАЙШ сразу же разменялся БЦ5. Это наиболее точный ход в этой позиции. Андрей Валюк продолжает давление ДЕ3. Точный ход. Приходится играть СБ6. Тогда СБ4. ФГ5. Снова сильнейший ход. И на нападение БА5 черные делают точный ход ДЦ7. Все остальное плохо. Черные сделали серию практически единственных ходов. Но тем не менее их позиция держится. Далее в партии было БЦ3. ЖХ4. Снова видите создалась позиция со связкой правого фланга. Но здесь уже и у белых связка тоже. Поэтому здесь позиция у черных чуть похуже, но ничья достижима. В партии далее было СБ4 ЖФ6. АБ2 АЖ7. БЦ3 ФЕ7. И белые разменялись назад. Черные делают точный ход БЦ7. Ну и кажется ничья неизбежна. В партии Андрей Валюк решил подкрутить позицию и пожертвовал шашку АБ4. И сыграл ЕД4. У черных теперь есть два ответа. ФГ5 и ДЦ5. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти правильный план игры. На самом деле друзья один ход проигрывает а второй выигрывает. Представляете? В партии Арунас Нарвайшев сыграл ФГ5. Этот ход практически проигрывает. А правильно было играть ФГ5. Ну и далее возможно ДЕ3. Вот теперь уже ДЦ5. И на ход ЕД2 играем ЕД6. У белых единственный ход ДЕ5. Чтобы не было ЖФ6 и размена назад. Тогда черные возвращают шашку и играют ДЦ5. Именно таким образом. То есть грозим выиграть шашку. Ну на СД4 просто свяжем белых. Там ходить некуда будет. Приходится нападать СБ4. Тогда тыкаем СД4. Ну и вот здесь уже позиция белых выглядит подозрительно. Видно что плохо у белых. Тут есть два хода СБ2 и СД4. После СБ2 играем БА5. Ну и здесь проходит охват позиции белых. Тут правильно побить назад. Вперед бить нельзя ничья. Ну и на ход ДЦ3 надо сделать последний точный ход СБ6. Именно этой шашкой. Ну и на ход БА3 БА5. И все. Видно что белым остается только сдаться. Так. Также в этой позиции был возможен ход СД4 вместо СБ2. Тут тоже выигрыш. Допустим СБ4 ДЕ5 БЦ5 ЖХ2 СБ6 Ну и на ход СБ2 просто нападаем БА3. Сдаваться пора белым. То есть друзья выяснили ход ФЖ5 выигрывал. В партии черные сыграли ДЦ5 этот ход практически проигрывает. Смотрите. То есть здесь белые же не обязаны играть ДЕ3. И после ФЖ5 все сводится только что рассмотренным вариантом. Они неожиданно играют ФЕ3. И выясняется, что хода ФЖ5 нет, потому что напали, закрылись, напали, и черные проигрывают. Поэтому черные в партии решили вернуть лишнюю шашку и сыграть Б5. ГХ4 ЦД6 у черных такой заборчик или противотанковый Ёж, как его называют. Такое построение гроссмейстер Владимир Вигман. Ну и на ход ГФ2 здесь черные перед дилеммой. После АБ6 выигрывает комбинация. Тут даже две комбинации выигрывают. Ну самая красивая конечно такая. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. ЦБ2 затем ДЕ5 затем ДЦ3 ну и белые видите ставят одну дамку потом вторую и красиво побеждают. Такая масштабная вещь. То есть естественно чемпион СССР все это просчитал даже в блице и сыграл ДЦ5 с разменом назад. Позиция кажется что ничейная то есть на СД4 играем СД6 и на ДЦ3 АБ6 кажется что ничья. На самом деле здесь у белых был красивый выигрыш. Перевернул позицию поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Сейчас увидите анализ гроссмейстера Баира Ринчинова. Он показывал как раз российским шашистам и Евгению Кондриченко вот эту позицию. Очень красивый компьютерный выигрыш. На секундах конечно такое не найти. HG5 Затем нападаем сразу же на две шашки. Приходится отходить. И вот здесь не выигрывает напрашивающийся ход CB4. То есть черные отдают две шашки. Затем играют GF6 и нападают FE5. Ну и здесь постепенно партия заканчивается ничьей. То есть вся соль этой позиции в том что после жертвы HG5 и нападения надо зайти еще раз в любки. И выясняется что позиция у черных проигранная. То есть если сохранить лишнюю шашку тогда белые быстро побеждают. Просто проводим удар и прорываем на преддамочное поле. Следующим ходом ставим дамку и обрезаем черных по двойнику с выигрышем. Если же в этой позиции сыграть допустим B5 тогда бьем дамки ну и на единственный ход GF6 черные вроде бы ловят дамку но белые нападают и видите отходить нельзя из-за удара по затылку поэтому приходится меняться сюда просто белая игра от F5 и быстро побеждают. Вот такой поучительный выигрыш позиция кстати друзья встречается довольно таки часто например в дебюте игра Бадянского поэтому эту позицию важно запомнить это выигрыш еще раз HG5 DE5 ED6 партия Андрей Валюк ошибся сыграл CD2 ну эту жертву конечно друзья надо знать на секундах такое найти еще раз повторяю невозможно черные сыграли BA5 и белые пожертвовали шашку ну и здесь допустим ED4 ED6 FE3 черные возвратили лишнюю шашку и прорываются в дамки белые также хотят прорваться в дамки ну и после жертвы GF6 и постановки дамки соперники согласились на ничью вот друзья такая интересная битва двух шашечных легенд чемпиона СССР Аруна Санарвайшаса и чемпиона мира Андрея Валюка удивительный факт но в обеих партиях оба соперника допустили почти около 10 ошибок и неточностей это кажется странным но тем не менее это так причем друзья видите ошибки и неточности довольно таки неочевидные то есть я нашел только своей головой пару ошибок остальные ошибки далеко не очевидны если вам понравилось данное видео не забывайте поддержать мое творчество я разбирал все эти варианты больше двух часов также запись видео не забывайте поставить Лукаса и подписаться на канал до свидания друзья и давайте воевать только на шахматной и шашечной дождь